Друзья, вы на Самогон ТВ. Сегодня у меня в гостях вот такой вот, с одной стороны малыш, а с другой стороны великан. Самогонный аппарат Кристалл. Бюджетный и с колонной. Поехали! Вы на Самогон ТВ, с вами Алексей. На этом канале мы делаем такие напитки, чтобы ваши друзья попросили бутылочку в подарок. И конечно мы делаем обзоры самогонного оборудования. И меня попросили сделать несколько обзоров очень бюджетных аппаратов. И вот этот вот малыш, который с интегрированной колонной на самом деле такой великан на 12 литров, стоит в районе 8000 рублей на момент съемок этого видео. Давайте разберемся, стоит ли он своих денег, что он из себя представляет, что на нем можно получить, какие напитки. Первое, это конструкция аппарата. Давайте посмотрим его. Это бюджетный бак. Он без крана сливного, но для 12 литров и широкой горловины это, я думаю, что не проблема. Хорошо приваренные ручки, 6 барашков и, соответственно, интегрированная колонна, аналоговый термометр, который стоит в латунной гильзе. То есть нет здесь сквозной дырки, здесь вкручена латунная гильза и термометр. Паропроводящая трубка и достаточно большой холодильник длинный, который нам дает выход продукта. Давайте посмотрим комплектацию, что у него внутри. Вот почему я люблю баки на быстросъемах. Но на самом деле барашки тоже очень надежная штука. И когда ты много с ними работаешь, ты уже знаешь, как их быстро открутить и закрутить. Снимаем нашу колонну. То есть она вот здесь пока постоит у нас. А что у нас в баке? Давайте посмотрим. Во-первых, естественно, у нас инструкция. Тут еще и подарок есть. Кроме инструкции, здесь есть ЕС-48 дрожжи. Сама инструкция. Есть шланг. Давайте посмотрим. Всегда интересно, сколько производитель кладет шланга. Потому что кто-то на этом очень сильно экономит. Я встречался с аппаратами, у которых шланг буквально пару метров. И ты должен чуть ли не в раковине гнать самогон. Здесь со шлангом, мне кажется, что все в порядке. Давайте вот так вот померяем. Два, три, четыре метра шланга. Пока он нам не понадобится. Вот. И все. В принципе, в баке это все. Стенки бака миллиметровые. То есть пищевая нержавейка 304, которая действительно не ржавеет. Да, нормальная. Ровное дно, двухмиллиметровое. Для того, чтобы работать на любом типе нагрева. Индукция, электрика, стеклокерамика. Электрическая, открытая спираль, закрытая, металлическая. Огонь, газ. На любом типе бака можно это работать. Вот. Возвращаем все подарки назад. Вот. И смотрите, здесь вот, на вот этих вот барашках. Сейчас я отстегну ее. Очень мне нравится из пищевого силикона вот такой вот толщины. Смотрите, пятимиллиметровая такая увесистая прокладка. Для того, чтобы это все прижать. Вот такой вот бак. Давайте посмотрим теперь повнимательнее колонну нашу. Во-первых, смотрите, тоже вот сюрприз. Там внутри сетка панченкова нержавейка. То есть это очень здорово, потому что, в принципе, это дает некоторое укрепление продукту. Сам вот этот вот диск прижимной, он сделан, если вы видите, он сделан с... То есть края его направлены вниз. Это лучше прижимает нашу колонну к силиконовой прокладке пятимиллиметровой. И она хорошо встает. Что здесь из интересного еще? Посмотрите, как сделано. Ну, я думаю, что, во-первых, это сделано подвод воды для того, чтобы закрепить колонну. Иначе на эту трубку большое напряжение было бы, да? Здесь такая жесткая конструкция. Но вот эта трубочка подвода воды, она фактически проходит через колонну и дает некий такой легкий эффект дефлегмации. Это тоже хорошо. То есть вот вода у нас заходит в холодильник. И, соответственно, вот здесь вот сверху мы ее забираем. Как работает аппарат? Мы заливаем в наш бак брагу для первой перегонки. На первой перегонке кто-то даже вынимает сетку. Панченкова там укреплять нечего нам, да? Если только поставить медную сеточку для того, чтобы убрать серу. И, соответственно, начинаем нагревать нашу брагу. И смотрим вот на этот термометр. То есть он у нас будет постепенно-постепенно где-то до 40 градусов разогреваться. А дальше будет такой резкий скачок, когда пары уже пробьют колонну, да? И пойдут в холодильник. К этому моменту у нас вода должна быть подведена. То есть вот сюда мы подводим, снизу давайте это сделаем. Снизу мы подводим воду. То есть проверим как раз заодно. Трубки все и шланги совпадают, да? И сверху мы эту воду уже теплую забираем. То есть вот отсюда мы ее забираем. Наши пары поднялись, нагрели колонну. По паропроводящей трубке пришли в холодильник, охладились и пришли. Соответственно, когда у нас температура скакнет буквально там уже до 70, там с копейками 80 градусов, в этот момент у нас вода должна была быть уже включена. Поэтому рекомендую на этом аппарате после 40 градусов на термометре уже включать воду. Не надо ждать. И у вас в принципе холодильник должен быть уже заполнен водой. То есть вы проверяете воду до включения аппарата. На холодном аппарате проверили воду, у нас ничего не течет, нигде не подкапывает. Все отлично. Выключили воду, ждем 40 градусов, включаем воду. И соответственно у нас пошла первая перегонка. Даем максимальный нагрев так, чтобы вот сюда, отсюда у нас был спирт-церец комнатной температуры. 20, может быть максимум 23 градуса, да, не теплее. Регулируем это потоком воды и нагревом. То есть если у вас максимальный нагрев и вода холодильника охлаждает, у вас позволяет, чтобы самогон был прохладный, то есть на этом максимальном нагреве первую перегонку мы и делаем. На первой перегонке нам главное, что снять с нашей браги спирт максимально быстро, не кипятя остатки дрожжей, остальные примеси долго, да, пока там всякие гадости образуются. Нам нужно быстро все снять и соответственно уже перейти ко второй перегонке. Поэтому первая перегонка очень простая. Основные моменты. Самогон должен, спирт-церец должен выходить холодный. Вот сюда рекомендую вам, это ПВХ-шный шланг. Я думаю, что не стоит его сюда надевать, из него собирать, да, нужно силиконовый шланг сюда купить, потому что здесь, видите, да, из-за того, что бак высокий и колонна узкая достаточно, то есть вы здесь не соберете самогон, вам нужен некий шланг. Вот от этого лучше не отрезать. Это ПВХ-шный шланг и самогон через него проходить не должен, да, силиконовый шланг купите, небольшой, там, 50 сантиметров, вам хватит уже вывезти в банку. Соответственно, самогон холодный. Мы гоним до 99 градусов, можно до 100, да, там, вот здесь вот по пару. То есть до момента, когда у нас вообще в баке нет уже спирта. Это наша первая перегонка. Весь остаток после первой перегонки, естественно, мы выливаем. Еще один очень важный момент первой перегонки, сколько сюда заливать браги. Коллеги, вот смотрите, есть специальные ребра жесткости, вот это ребро жесткости мы можем с вами использовать как некий индикатор. Вот такого объема достаточно будет пара спирта, чтобы найти колонну, да, здесь купола у нас нет, поэтому они сами разберутся, куда идти. Вот не более вот этого объема мы заливаем и брагу, и на второй перегонке заливаем спирт-царец. Вторая перегонка. Вторая перегонка делается следующим образом. Мы в наш бак заливаем спирт-царец, который у нас получился, ариометром смотрим, чтобы это не было крепче 30 градусов, 30% спиртуозности, то есть от 20 до 30% спиртуозности, чтобы у нас был спирт-царец, разбавленный хорошей водой. Вот сейчас здесь появится ссылочка на ролик про воду и самогон, обязательно тоже изучите. Хорошей водой мы разбавляем и, соответственно, наливаем не выше вот этой вот линии ребра жесткости. Закрываем, прикручиваем нашу колонну. Здесь уже у нас сетка панченковая для укрепления на вторую перегонку. Я рекомендую вот эту металлическую сетку поменять, докупить сетку медную. Опять же, сейчас будет видео, как медную сетку за ней ухаживать. Она вам сделает мягче продукт, заберет всю серу из вашего продукта. Я бы поставил сюда вот эту медную сеточку. Дальше пары нашего спирта, уже из спирта-сарца, поднимаются по нашей колонне. Опять мы видим, что у нас 40 градусов уже есть в колонне и начинается скачкообразный рост температуры. Включаем воду. До этого воду мы проверили, как на первой перегонке. И как только у нас первая капля здесь появилась, на выходе из холодильника, мы резко уменьшаем нагрев на индукции 300-500 Вт, на газу минимальный ваш газ, для того, чтобы добиться выхода голов, то есть мы снимаем головы, выхода голов 1-2 капли в секунду. Голов мы снимаем 50 мл на каждый килограмм сахара, который вы положили в исходную браку. Поэтому 6 на 50, 300 мл нам снять. Ну, естественно, по первости действуйте, как написано, а дальше вы уже по органолептике поймете, что там 150 мл сняли и смотрим, есть у нас ацетон, запах ацетона или нет. Таким образом, фактически, что у нас происходит? Мы снимаем головы. Как только головы мы сняли, мы можем увеличить нагрев, но так, чтобы у нас не более полутора литров в час отсюда приходило самогон. Какие индикаторы? То есть на 1200, на 1500, на индукции, на половине газа, на маленькой комфорке, мы получаем отсюда холодный самогон, то есть 20 градусов примерно или ниже, 20-23. Соответственно, у нас нет здесь запаха севухи. То есть мы фактически здесь можем регулировать только нашим нагревом весь процесс. Поэтому если у вас уже прет здесь севуха, то есть хвосты прорываются, не успевает от воздушной дехлимации в колонии работать, то есть не охлаждается и не падают они вниз, то, конечно, снижайте нагрев и отбирайте по капельной или очень тонкой струйке, чтобы хороший был продукт. Как только у нас здесь в струе будет менее 45% спирта, мы меняем тару и, соответственно, собираем уже хвосты. Хвосты пойдут в следующую перегонку, можно доливать их к браге. Вот такая вот вторая перегонка на этом аппарате. Давайте теперь посмотрим, что можно с ним сделать, какие лайфхаки для этого аппарата можно придумать. Первый лайфхак, он же недостаток, и как его преодолеть? Здесь нет клапана подрыва, здесь нет термометра в баке. И на самом деле я бы вот в эту крышку, обладая прямыми руками, врезал бы самостоятельно и клапан подрыва, он отдельно продается, такой вот с красной пимпочкой, сейчас вот здесь где-то будет фотография, да, и вход для цифрового термометра. Взял бы цифровой термометр, тоже с длинной 14-сантиметровой ножкой, тоже бы его врезал. Вот, даже можно на самом деле врезать вот сюда, в миллиметровую стенку, вот в ровную поверхность, можно тоже цифровой термометр врезать, и тогда вы будете в жидкости получать информацию. То есть пара у вас будет здесь, а здесь будет цифра по жидкости. Я буду врезал, наверное, вот выше этого ребра жесткости, вот здесь где-то. Стоит ли сюда врезать кран? Я думаю, что нет. Много мороки, маленький бак, 12-литровый, можно даже горячий взять спокойно, широкая горловина, можно его вылить. А вот клапан подрыва и цифровой термометр, вот даже я бы в бак, наверное, его врезал, а не сюда. Это интересно. Следующий лайфхак. Мы вот здесь, на самом деле, можем поместить полтора пыжа медной сетки. Медная я уже говорил, для чего, чтобы убрать серу. А почему полтора пыжа? Чем больше у нас здесь будет разветвленная поверхность, развитая, тем больше мы можем добиться укрепления. Поэтому один пыш мы загоняем, как он есть, а второй просто берем половинку сетки, отрезаем, либо складываем сетку в два и сворачиваем. То есть у нас полтора пыжа здесь будет. Еще один очень классный лайфхак, который я подсмотрел тоже у коллег-самогонщиков, которые работают вот на таких колоннах подобных. В чем? Там есть смысл. Смотрите, у нас заходит вот здесь холодная вода. Здесь некий эффект дефлегмации есть. Что-то будет осаждаться на нашей сетке и немножко их охлаждать. Но это все, конечно, условно. Как нам усилить эффект дефлегмации вот в этой прекрасной полуторадюймовой высокой колонне без дефлегматора? Смотрите, что мы делаем. Я вам покажу сейчас. Представьте себе, что у нас есть выход воды. Давайте сейчас я переверну колонну. Даже вот так вот легче сделать, чтобы вам было видно. Вот у нас есть выход воды. Что мы с этим выходом воды можем сделать? Мы можем сразу отправить его в канализацию, но мы с вами, знаете, что можем сделать? Смотрите. Мы можем сделать вот такую обвитушку. Понятно, что для этого нужен более плотный шланг. Видите, у меня сейчас шланг мнется, но под напором воды на самом деле он расправится. Вот таким образом мы можем с вами сделать что-то наподобие дефлегматора. У меня сейчас будет некрасиво. Вы можете это сделать один раз и закрепить на своей колонне. Хотя на первой перегонке вам это точно не нужно. Соответственно, можете сделать здесь какое-то разветвление и пускать воду отдельно, хоть через угольчатый кран, хоть через Гоффмана. Вот таким образом мы здесь охлаждаем поверхность дополнительно. Не только воздушная дефлеггация колонны, охлаждаем нашей водой, которая вышла из холодильника. То есть она такая тепленькая, но и хорошо как раз нам охлаждает. И дальше вот это уже отправляем в канализацию. То есть вот такой лайфхак, вот такую одежку можем сделать. Вот то, что можно по модернизации этого аппарата сделать. Я считаю, что на маленький бак точно не стоит здесь покупать какую-то голову и так далее. Если вы хотите перейти на колонну, то либо вы можете здесь отрезать и поставить, наварить сюда себе кламп. Либо купить вот такую вот голову как раз с 10-сантиметровой царгой и клампом на полтора дюйма. И дальше поставить колонну. Но как бы с маленьким баком, я думаю, что это большого смысла не имеет. Легче купить новый аппарат. Кстати, еще один лайфхак. Напоследок, вот сюда, под эти 6 барашков, существует специальная аромакорзина. Поэтому не переживайте, если у вас колонна вот такая цельная, неразборная, нет сухопарника. Вот сюда можно поставить, докупить аромакорзину для вот этих баков 6-барашковых. И фактически через нее пропускать ваши пары спирта и ароматизировать. В целом аппарат мне понравился. То есть он за свои деньги, за 8 тысяч рублей на момент съемок этого видео отрабатывает. То есть вот эта полуторадюймовая колонна, с ней можно поиграться, похитрить и с пыжами, и с дополнительной дефлегмацией. Такой, так скажем. И это позволяет на таком маленьком и простом аппарате, дешевом, получить как бы очень достаточно крепкие напитки. В целом аппарат сделан очень классно. То есть все очень добротно собрано. Соответственно термометр здесь прижат специальным винтом в латунной гильзе. То есть сквозного здесь, сквозной здесь прохода нет. То есть все заварено хорошо. Все собрано очень как бы по такому заводскому. Проварено хороший качественный бак. То есть за свои деньги этот аппарат отрабатывает. Для тех, кто хочет вот такую вот колонну, для тех, кто не любит сухопарники, им сухопарники не нужны, можно это сделать. Это Самогон ТВ. У нас в гостях был аппарат Кристалл. Малыш с колонной интегрированной полтора дюйма под широкими возможностями за бюджетные деньги. Ставьте лайк, прожимайте колокольчик. Подписывайтесь обязательно на канал. Пересылайте это видео друзьям. Впереди очень много интересного. Будь добрым. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok